Девушки отдыхают Что ты не даёшь? Это у тебя от писательства. Ты придумываешь героев не только в книжках, но и в жизни. И им ничего не остаётся, как быть такими, какими ты их выдумала. Будешь ещё чай? Нет. Нет? Я тогда посуду помою. Ольга, а может, я и Алекса выдумала? А он другой. Ну вот, герой другого романа. Он побыл какое-то время таким, как я хочу, а теперь всё. Стал настоящим. Субтитры подогнал «Симон» Да как тебе такое могло в голову прийти? Я Женькин любовник. Чёрт знает что. Женька никого, кроме Макса, не любила. Он был смыслом её жизни, понимаешь? Она молилась на него. И у меня с женой так, к твоему сведению. Всё в порядке. Мне любовница не нужна. Да все вы так говорите. Ой, Мань, всё. Где ты был в воскресенье? Дома был, болел. Юльке позвони, спроси. Ну, конечно, позвони Юльке и спроси. Она сейчас скажет, что ты был в космосе и вообще на другой планете вы были с Юлькой. Ногу где поранил? Маня, ты чё прицепилась ко мне, а? Ну, как репей? Я ж тебе говорил, на корте, в кусты пошёл, за мячиком на проволоку колючую наткнулся. Откуда на корте проволока? Натянута, чтобы гопники не лазили. М-м-м. Показывай мне ногу. Чего? Ром, ногу показывай, я не отстану. На. Всё устраивает? Вообще-то, поцарапанная у меня другая нога. Другую показывай. Да, Мань, какая была в детстве, такая и осталась. Ну, не Волькин почерк. Не Волькин почерк? Я ж тебе говорю, так ты мне не веришь. Не был я у Макса, и собака твоя меня не кусала. А что касается доли в бизнесе, так у меня там всего 25 процентов. Ещё 25 процентов у Лены. А контрольный пакет принадлежал Максу. Теперь его, кстати, унаследует Женька. Не было мне никакого резона его убивать. Он был гений производства. У нас 14 патентов на полимеры, 8 из них его заслуга. Мне эту махину одному не сдвинуть. Никит, привет. Слушай, а почему Макс никогда про брата не рассказывал? Тот вроде как сидел по малолетке. Чего? Ну, да. А может, и не только по малолетке. А почему ты спрашиваешь? А я этого брата нашла. Где? В дровах. В смысле? Ну, в смысле, работает он тут лесником. Мань, я тут вспомнил кое-что. Макс утром в воскресенье с кем-то встречался в офисе. С кем? Я не спросил, кто ж знал, что так получится. Но когда мы предварительно договаривались о нашей встрече, он сказал, давай после двух, мне утром на работе нужно кое-кем один вопрос решить. Ну, да-да. Я про карельскую березу знаю, она в тундре растет. Лёля! Я тебе перезвоню. Значит так, я в город. Смиренный аббат остается здесь. Сначала в сельскохозяйственную академию, потом я еду к Краневскому. А ты можешь там его покусать, и он влепит нам пожизненное, с конфискацией. Я тогда велосипед возьму и к Никите съезжу ненадолго. Он обещал показать, как лошадку кормят. Лёля, береги честь с молоду. Кстати, мне Рома сказал, что этот наш лесной человек сидел в тюрьме. Как сидел? Я не знаю, как там сидят. Сидят как-то. Так, всё, я поехала. Аккуратно! Аккуратненько берём и ни в коем разе не выворачиваем и не подсекаем, иначе повредится корневая система. Так, раз, готово. Раз, готово. Девочки, не подскажете, а как я могу найти профессора Шакёва? А, он у себя? Нет, Юля, он к деканате. Катя, он из деканата давно пришёл. Он у себя. Давайте я вас провожу. Ой, это было бы здорово. Спасибо, спасибо большое. Идёмте, идёмте. Тут недалеко. Козачкова, копай. Как у вас тут нарядно. А, у нас даже актинидия растёт. А я вас где-то видела. Вы в самодеятельности работаете, да? В клубе. Ну, можно сказать и так, да. И чего мы добьёмся перекрёстного опыления? Ефим Давыдович, к вам пришли. Опыт и на ошибок трудных. Здравствуйте, профессор. Ой, я не профессор. Ефим Давыдович, я буду во второй оранжерею. Хорошо, Густав Яныч. Ефим Давыдович, к вам из клубной самодеятельности. М? Хм, спасибо, Юленька. Спасибо большое. Густав Яныч, а у меня к вам вопрос по селекции. Можно? Конечно, Юленька. Что же нужно от меня к клубной самодеятельности? А вы профессор Шапира. Это установлено абсолютно точно. Это роскошно. Я Мария Поливанова. И я к вам поделаю, Ефим Давыдович. Прекрасно. Хотите чаю? Я где-то читала, что из одного килограмма можно заварить четыреста чашек чая. А в день их во всем мире выпивают аж три с половиной миллиарда. Прошу. Благодарю. А еще Анна Ахматова придумала такую штуку, что все люди делятся на две категории. Одна это кофе, кошки и мандельштам, а вторая категория это собаки, чай и пастернак. Я так понимаю, что вы из той, где пастернак и собаки. Точно. Скажите, так все-таки, что понадобилось от меня, знаменитой писательнице? Ну, вас сложно не узнать. Ефим Давыдович, я сегодня звонила в деканат, и мне сказали, что вы научный руководитель курса, где учится Паша Кондратьев. Паша, ну да, это так. А что, он опять что-то натворил? А он что, он хулиган? Как бы он сказать, не хулиган. Ну, за ним нужен глаз да глаз. Так все-таки, что случилось? А, нет, ничего серьезного. Он работает у моих друзей садовником. А, так это ваши друзья подрядили Павла на своей плантации. Да. Он не вышел на работу, и они попросили меня узнать, где он. А вы не знаете, где он может быть? Очень надеюсь, что в общежитии. У него скоро диплом, а там еще конь не валялся. А он двоечник? Да какой двоечник? Он отличник, светлая голова. Так вот только голова эта постоянно занята чем-то и не тем. Машка. Машка. Павлуш, а я тебе поесть принесла. Ты чего прячешься? Надо и прячусь. Машка, я скучаю. А у тебя телефон все время выключен. Я даже позвонить не могу. Пойдем к нам? Маму отпустили. Но она не в себе. Рита боится, что она умом тронулась. Молчит все время, даже со мной не говорит. И папу жалко. Я его так люблю. Я стараюсь не вспоминать, но у меня не получается. Я все время вспоминаю, как он меня маленько и на плечах носил. Как мы на лодочке катались. Пойдем, а? Как я могу пойти к тебе в дом, Машка? Ты соображаешь, что говоришь? А вот вы сказали, что он что-то натворил. А он прямо вот из тех ребят, которые могут что-нибудь натворить, да? Да нет. Когда я говорил, я не имел в виду, что он может стащить золотые часы у прохожего. Но он постоянно влипает в какие-то истории. Вот как сейчас, например. Он работает у ваших друзей, прогуливает лекции и говорит, что он постоянно находится на работе. Я же собирался звонить этим вашим нанимателям, чтобы они отпустили ребенка поучиться. Ну, так они, наверное, платят хорошо. Да сколько бы ни платили, закончится это тем, что он завалит диплом и аспирантуру ему не видать, как собственных ушей. А он собирается поступать в аспирантуру? Я собираюсь в аспирантуру поступать. Ну, в том смысле, что я собираюсь его туда засунуть. Если он упустит шанс, то все, жизнь пропала. А он талант. Но ты же был у нас сто раз. Пока твой отец меня не выгнал. Он тебя не выгонял. Он просто хотел, чтобы я доучилась. Тем более, ты у нас до сих пор работаешь. Вот именно, работаю. Я ваш садовник. Мы с тобой сошлюсь по закону садящихся крайностей. Раньше ты так не говорил. Раньше? Раньше не считается. А девушка есть у вашего таланта? Я так понимаю, что дело не в том, что он не вышел сегодня на работу. Да, правильно вы все понимаете. Просто я не могу вам рассказать, в чем дело. Правда. Поверьте мне. Но мне его просто необходимо найти. Ну, знаете, была одна история. Пару лет назад. Ну, что-то отчаянно трагическое. Как обычно положено в восемнадцать лет. И вот с тех пор я не замечал, что у него с кем-то были серьезные отношения. Так что, если барышня у Паши имеется, то она глубоко законспирирована. Понятно. А может быть, есть в институте ребята, с кем он дружит? Смотрите, видите девочку в очках? Ее зовут Карина Степанова. Недалеко, как позавчера, Паша с ней о чем-то шептался. В смысле? А Паша был здесь позавчера? Был. Был. Но только мимолетом. Карина, здравствуйте. Я могу с вами поговорить? Я отвлеку вас ненадолго. Да, пожалуйста. Я, кажется, вас знаю. Вы писательница Александра Маринина. Моя мама вас обожает. Ну, почти. Я писательница Марины Покровской, и, скорее всего, меня обожает ваша бабушка. Извините. Все в порядке. Скажите мне, пожалуйста, вы знакомы с Пашей Кондратьевым? Он же ваш друг. Дружим. Только он уехал и больше не вернется. А куда он уехал? Я не знаю. А давно? Неделю назад. Да? Странно. Очень странно. Я его видела позавчера. Значит, не уехал. Извините. Не работает надо. Павлуш, а что такое синергия? Сложение с прибылью, когда две отдельные величины складываясь, образует больше, чем просто сумму. Как слепой однорукий. Ну, если они объединятся, то получится снайпер. В каком смысле? Ну, однорукий не может стрелять, потому что у него нет руки. А слепой, потому что не видит. А если они объединятся, то у них все получится. К чему-то это? Да ни к чему. Просто так. Папа рассказывал. Карина, а... Дело в том, что у Паши неприятности. Возможно, очень серьезные неприятности. Настоящей бедой для этих лиц является бредоносным... Вы мне расскажите, что он вам сказал позавчера. И мы придумаем, как ему помочь. Он сказал, что уедет на север, что завербуется в геологическую партию, и его никто не найдет. А почему он так сказал? Он считает, что виновен в смерти отца одной девушки. И эта девушка его никогда не простит. Так. А какой девушке? Как ее зовут? Это не важно. Нет, это очень важно, Карина. Это очень важно. Маша. Это Маша Волкова. Здрасте. Приехали. То есть Паша дружит с дочкой Макса Волкова? Он ее любит. Он даже с задовником к ним пошел, чтобы постоянно ее видеть. А ее папочка услал драгоценную дочечку в Петербург. С глаз долой. Зачем ей Паша? Для нее другие женихи готовы наверняка. А теперь отец убит, и Паша говорит, что он в этом виноват. Интересное кино. Мама. Ладно. Мне пора. Маму нельзя надолго одну оставлять. Иди. Машка, забудь, что я говорил. Я совсем не это хотел сказать. Просто я виноват перед вами. В чем виноват? Давай так решим. Я завтра приду... Поволж. Лучше сегодня. Нет, сегодня нельзя. Завтра. Ну, в чем ты виноват? Беги к маме. Так, ничего не бойся. Хлеб протянешь, ладонь раскроешь и на раскрытой ладони давай. Давай. Звездочка, смотри, что тебе Оленька принесла. Нет, нет, на открытой, на открытой ладони давай. Вот так вот. Ай, какая. Так аккуратно берет. Молодец. А зачем тебе лошади? Распил возить? В заповеднике же только санитарная вырубка, другая запрещена. А в лесу такие места есть, куда только на лошади можно пробраться. Я бы ухаживал за тобой, правда, но ты же уедешь скоро, да? И времени нет, правильно? Я поухаживаю потом, хорошо? Ладно, согласна? Так, господи, это вообще не то. Да что ж такое? Это какое-то другое крыло, что ли? Ой, простите, пожалуйста, вы не поможете мне? Подскажите, а где майор Раневский у вас тут находится? Да, у меня в производстве. Дмитрий Иванович, здрасте. Молю, дайте воды. Подожди, я перезвоню. Жарко. Кто вас пустил без пропуска? Вы что, хотите уморить меня с жаждой? Меня без пропуска только в Государственную Думу не пускают. Звонарев ваш пустил меня. Я ему оставила автограф для мамы. А вам, кстати, мой автограф не нужен? Только на протоколе. Ой, мать честная запыхалась, представляете? Надо тренироваться. Я вообще собираюсь на следующий год бежать в марафон. Что вам от меня надо? Дмитрий Львович, вы мне должны рассказать про брата Максима. Я слышала, что у него есть брат. От кого слышали? От Романа Сорокалетова. Он сказал, что у него есть брат, что он сидел в тюрьме. Он до сих пор сидит. Освободился 20 лет назад. Больше не привлекался. Вот. А за что он привлекался? За хулиганство и оказание сопротивления властям. А где он был, когда убили Максима? Пока не установлено. А вы его нашли? Пока ищем. Вот. А я нашла. Так, спиртного на пилораме не держим. Газировка только. Чего ты улыбишься? Тебе не понять. Ну, все-таки. Да я всю жизнь куда-то спешу. Каждую секунду. Еле-еле успеваю. А здесь с тобой мне никуда спешить не нужно. И я вдруг подумала, как много в жизни всего хорошего прошло. И, наверное, еще пройдет. И что, этому радуешься? Угу. Анархия головного мозга. Да. Слушай, ну, пройдет мимо или не пройдет, это же зависит от нас. Не-е-е. Не все в жизни от нас зависит. Вот ты, например, за что в тюрьме сидел? А ты откуда знаешь? Маня сказала. А я и друг твоего брата. За хулиганку сидел. Подрался? Да нет, мы с корешами киоск перевернули. Перевернули? Ага, да. Зачем? Ну, так, на крышу поставили. Молодые были, глупые. И тебя за это посадили в тюрьму? А мы его с киоскершей перевернули. С продавщицей? Слушай, вредная такая бабка. К ней дед подошел, ему на пузырь не хватало. Просит, дай ему в долг. Типа, ты же меня знаешь, я вон за магазином живу. А она уперлась и ни в какую. Ну, ее можно понять? Да нельзя ее понять. Мы ему на, отец Чирик, бери водяру, доступай себе. Баба эта разоралась. Нечего тут бомжей прикармливать. Одного товарища косяком пойдут. Ну, мы деду фуфырик взяли. Дмитрий Львович, мы должны найти садовника Пашу Кондратьева. Это задача номер один. И проверить алиби Никиты. Это задача номер два. Гражданка-писательница. Нормально, можете называть меня Маней, мне так удобнее. Я вам категорически запрещаю вмешиваться в расследование. Да, а где Женя? Она до сих пор в КПЗ? Отпустили, адвокат вашего сорокалетого постарался. Только вас это совершенно не касается. Да как вы не понимаете, что если мы не решим проблему с Пашей Кондратьевым, может случиться беда. Он признался своей подруге, Карине Степановой, что виновен в смерти Максима. И что собирается завербоваться в какую-то геологическую партию. Что? То есть Кондратьев признался в убийстве, а вам это известно и вы молчите. Почему я молчу? Я же не молчу, я же говорю. Так я поняла. Это означает, как я зол. Я пойду. Всего доброго. До свидания, Дмитрий Горьевич. Стоять. Ну все. Пожизненное с конфискацией. Телефон брата Волкова у вас есть? Ой! Ой, Никита! Ой, не надо! Терпи! Еще чуток, и чай пойдем пить. После парной чай самое милое дело. Ой, не хочу, не хочу палиться! Ой, ой, господи! Ой! Ой, Манечка! А мы баню натопили! Такая красота! Баня, вот! Манечка, ну, что ты молчишь? Баня правда толковая. Греется быстро, остывает медленно. Никита, надень штаны. А, он, да. Правильно. Ну, ты что, на меня сердишься? Я обескуражена, Лёля. Я тебе говорила, береги честь молоду. Ну, ну, Манечка, ну и ладно, да? Я ж только один разочек. Я подумала, у меня никогда в жизни такого не было. И не будет. Ты только не сердись на меня. А я и не сержусь. Чего ты взяла? Я просто удивлена. Еще утром ничего не предвещала. Предвещала, предвещала. Я сразу почувствовала, что так будет. Ты точно не сердишься. А я и не сержусь. Я тобой горжусь. И не считаешь меня развратной? Считаю, Лёля. Еще как считаю. Никита, а что там с баней у нас? Она остыла? А, так она только согрелась как следует. Роскошно. Очень хорошо. Не буду терять время. И тоже пойду в баню. А пойдем, покажу, где кипяток. Какой она? Сталять. Провожать не надо. Ты-то куда собрался, аббат смиренный? Мужчины в бане мне не нужны. Я справлюсь самостоятельно. А вы с братом-то совсем не виделись, да, Никит? Ну, как сказать, виделись, конечно, только он в городе Бугора, я в лесу топор. Какие из нас родственники? А почему ты спрашиваешь? Потому что его убили у меня на глазах. Да иди ты. Правда, правда, так и есть. Ты стрелка срисовала? Да никого я не срисовала. В этом и беда. Теперь не знаю, как этого стрелка найти. Поэтому ты давай потерпи, я тебе вопросы позадаю, а ты мне только честно отвечай, хорошо? Да я честно. Тогда скажи мне, почему у тебя эта фотография стоит в конторе? Потому что тебе твой младший брат никто. Ну, просто у Максима на работе такая же фотография. Она там стояла, я своими глазами видела. Да меня Женька не любит. Терпеть не может. А я что? Я же знаю, ночная кукушка, дневную перекукует. Не лезу. А за что у тебя Женька терпеть не может? За что меня любить? Институт бросил, в армию ушел, срок получил. Когда с зоны откинулся, Макс уже на Женьке женился. Она и стала ему в уши дуть. Зачем нам семью этот криминальный уголовник? Ну, я раз пришел, другой. Она от меня в другую комнату убегает. Макс со мной сидит, мается. Я ей перестал ходить. Ну да, разумно, ничего не скажешь. А тебе его вообще не жалко? Почему не жалко? Ну, я не заметила, что ты переживаешь. Это потому, что слезы не лью. Ну, стоило бы. Вот у тебя в городе собачку трамваем переедет и поплачешь. А мне не указывай. Никит, ну ты чего? Да ничего. Сегодня в следах звонил. На разговор звал. Одно знаю, легавые не найдут никого. Побегают кругами, да дело и закроют. Я уж по своим старым корешкам, кого надо, найду. Там посмотрим. Это по каким еще корешкам? Ты что, обалдел, что ли? Тебе одной отсидки мало? А я не поп, чтоб всех прощать. Ну, понятно. Храбрый воин. Попокаты петель выходит на тропу войны. Ой, берегитесь, грозные ацтеки. Топоры к бою. Мамечка, ты что ты говоришь, а? Спокойно. И что? Ты мстить будешь? Буду. Брат все-таки. Понятно. И ты для этого пистолет приготовил, да? Какой пистолет? А я его у тебя в машине видела. Ха! Вот этот, что ли? Этот. Это не пистолет, это транквилизатор. Для временного обездвиживания. Стреляет дротиками со снотворным. А зачем он тебе? Да у меня, понимаешь, Мишка поварился на пилораму захаживать. Мишка? Это медведь? Да. А, вон здоровый какой. Ого. Как к себе домой ходит, пришлось вооружиться. Дай! Как вы так стреляете-то? С левого плеча, да еще правым глазом выцеливаете. А я левым вообще ничего не вижу. Так же попасть невозможно. Ну, как-то попадают. Да, мой папа говорит, не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто в цель попадает. Как правильно говорит ваш папа, а кто у нас папа? Заслуженный мастер спорта по стрельбе. Повезло. Так, а теперь дуплетом, а плюс цель. Дай! Итак, друзья мои, вы прослушайте сначала... Папа со мной с детства стрельбой занимается. И скажу честно, никогда такого не видела. Вы прямо восьмое чудо света. Ну, я сама от себя не ожидала, если бы не стреляла. Лизка, кто это у тебя так стрелял? Здрасте. Да, вот, снайпер. Давно тренируетесь? Да вы что, я первый раз вообще в руки взяла. У нас так только Евгения Николаевна в первый день стреляла, да, пап? Пожалуй, да. Она еще и ружье держит шиворот на выворот. Ну, мне просто такого удобнее. Вам в соревнованиях выступать надо. Все пьедесталы ваши будут. Серьезно? Я тогда подумаю. Диплом выдан Евгении Волковой за развитие стрелкового спорта. Заслуженный мастер спорта по стрельбе с Сиротин. Так вы и есть Сиротин. Так точно, Сиротин Михаил Ильич. А кто такая Евгения Николаевна? Волкова, жена Максима? А вы ее знаете, что ли? Ну, немного. Она тренируется тут у вас? Она так же, как вы, не тренируется. Приедет, все мишени пошибает и уедет. Ее Макс приохотил. Это же его клуб. Его? Так точно. Вкладывают деньги в разное. Ну, в смысле, вкладывал. Пока его какие-то подонки не убили. Ну, да. Говорят, что как раз Женю в этом и подозревают. Че за трендеж? Ну, как стреляет, хорошо. Массажи застрелили. Тогда нас надо всех, подозреваемые, записать. Мы все хорошо стреляем. Женька за ним в вагоне в воду. Жена каких поискать надо. Макс мог задурить, а она не. А задурить что это значит? Да ничего. Михаил Ильич. Чего? Ну, что вы чего? Я знакома со следователем, который подозревает Женю. И я ему говорю, что не могла она выстрелить в Максима. А он мне говорит, если убили мужа, надо подозревать жену. Это ее рук дело. Дебил. Так я согласна. А что делать-то? Женю надо спасать. Ну, а кроме нас некому, что ли? Адвокаты не справляются? Да не справляются они. Михаил Ильич, скажите мне, вы хорошо знали Максима и Женю? Максим Андреевич мне хозяин, не друг. Женя на стрельбище приезжала так побаловаться. Хорошая баба, толковая. Ну? А что он у-то? Баранки гнул. Она уже давно сюда не ездит. После того, как он стал сюда девок таскать. Девок? Нет, я все понимаю. Шашнер разный. Крутик тоже запрещает. Но зачем на людях-то показывать? Привез, понимаю. Губастая. Ноги от ушей. И на стрельбище поволок. Ни одной мишени не выбила. Я сразу подумал. Дура. Имя дуры не запомнили? Да на кой хрен мне ее имя-то запоминать? Сегодня одна, завтра другая. Женьке другое дело. Жена. Да. А именно этих мочалок, кто их знает? А потом дуплетом. Что значит дуплетом? Два выстрела подряд. Ромочка. А скажи мне, пожалуйста, у меня к тебе такой вопрос деликатный. А Макс жену любил? Слушай, Мань, ну что ты как в пионерском лагере? Любил, не любил? Откуда я знаю? Они вместе двадцать лет прожили. Ну да, классика жанра. Жена ухаживает, муж растет, потом муж вырастает и меняет старую жену на новую. Да, Ромаш? А ты не знаешь? Макс не собирался? Алло, Рома, ты же не заснул? Мань, я не знаю. Извини, мне работать надо. Да врешь ты, все ты знаешь. Женечка, чаек будешь? Здравствуйте. Можно к вам? Ну, слава Богу, хоть кто-то приехал. Проходите. Женечка, к нам пришли, слышишь? Женечка. Все время молчит, даже не плачет. Но плакать легко, а ей сейчас очень трудно. Женечка, к нам Покровская приехала, писательница. Мы с тобой вчера ее интервью смотрели, помнишь? Здравствуйте, Женя. Я к вам по делу. Мне нужно с вами поговорить. Женя, ну, вы не можете меня не помнить. Мы с вами виделись в офисе у Максима на следующий день после того, как его убили и вас арестовали. Рита, а вы знаете, я бы тоже выпила чаю. Спасибо. Женя. Женя. Просыпайтесь, Женя. Не кричите. Я вас отлично помню, вы Маня. Что вам нужно? Поговорить. Я не могу разговаривать. Женя, надо смочь. У меня мужа убили прямо тут в саду. Рита, она что-нибудь принимает? Да ничего она не принимает. Доктор привез что-то, так она его выгнала. Это очень хорошо. У вас есть водка или виски? Можете принести? Да все есть. Полный погреб. Это хорошо. Дочка, только не станет она ее пить. Она и раньше не употребляла, а сейчас тем более. Сейчас мы должны что-то предпринять. Ну что, давайте выпьем за Макса. Пусть ему будет хорошо там, где он есть сейчас. Вы думаете, он где-то есть? Конечно, не мог же он сгибать. За него. Женечка, закусить. Закусить. Наливай еще одну. Угу. Нет, вы мне скажите, куда он делся, почему его нет? Жень, ну, его застрелили. Ну, где-то же он должен быть. Почему я ничего не чувствую? А потому что надо еще выпить. Надо, надо. Мне микстуру наливаете? Нет, виски. Это запасы вашего мужа. У него в погребе этого добра полным-полно. Ну да. Он у меня сторонник гигантомании. Всего должно быть много. Я ему как-то звоню, говорю, Макс, привези утку. Привозят три. А я говорю, Макс, мы же этих уток до самого Нового года есть будем. А он про запас. Хорошо, что попросила утку и привез утку, Маливай. А не калоши, например. Почему калоши? А потому что мой Женя привез бы калоши. Мой меня вообще не слышит. Ну, знаешь, Макс тоже не подарок. Если ему что-то в голову взбредет, так все. Пиши, пропало. И один не любил быть. Везде меня с собой таскал. Я вот только на охоту не соглашалась. Конечно, какая это тебе охота? Ты вон белку в глаз. Без промаха бьешь. Ну, это да. Да. Я как-то поехала. За час восемнадцать вальчнопов положила. Ого! Сижу. И не знаю, что делать. Ну, нести тяжело. Стрелять глупо. А выйти так опасно. Пальба кругом. Вот так и просидела. До самого вечера с этими вальчнопами. А все-таки хорошо мы жили, Ритусь. Правда? Правда, да? Да. Почему его убили? Ну, за что его убили? Ну, слава тебе, Господи. Хоть слезы появились, а то беда попрекла. Ну, допустим, стреляла Женя. Возможность для этого у нее была. Место, откуда стреляли, я нашел. С такого расстояния она бы уложила Макса одним выстрелом. Но выстрелов было два. Кто там ходит? Паша, ты что ли? Почему два? От волнения человека убить не так просто. Или стреляла не Женя? Тогда кто? Павел? Или я? Привез, понимаешь. Губастая. Ноги от ушей. И на стрельбище по волону. Ни одной мишени не закрыла. Я сразу понял. Дура. А если стрелял Павел, тогда где он взял пистолет? Маша, здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто? Меня зовут Мария Поливанова. И мы дружили с вашим отцом. Если бы с соболезнованиями, то лучше не надо. Мама сейчас не может. Мама спит. Мы с Ритой напоили ее до положения рис, и она уснула. Правда? Правда. Как проснется, отдайте ей аспиринку. Маша, 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 как проснется. Она еще спит. Какое у вас красивое озеро. Туман над озером надымился, и красный месяц в облаках тихонько по небу катился. Да. Маша, я знаю про Пашу. Да, я знаю, что вы встречаетесь. И тебе наверняка известно, где он прячется. Я никому не скажу. Не бойся. Я не боюсь. Он чего-то придумал и не говорит им. Он собрался в Магадан. Куда? Ну, мы же его туда не пустим. А знаете, о чем я жалею? О чем? О том, что папа не узнал, как я Павлуша люблю. По-настоящему. Сильно-сильно. Я не решилась ему сказать. Я ведь папина дочь. Он меня даже до школы, до выпускного возил. Боялся, чтобы ко мне какой-нибудь маньяк не пристал. А когда убедил, как мы с Павлушей целуемся, такой скандал закатил. Не мне, маме. Зачем она его на работу взяла, спрашивала. Это нормально, Маша. Папы должны устраивать скандалы мамам, а не детям. Мама, папу обожает. Он ерунду какую-нибудь сделает, а она радуется, как ребенок. Машка! Павлуш! Явление первое. Возвращение беглеца. Где Евгения Николаевна? Мне нужно с ней поговорить прямо сейчас. Мама спит. Надо подождать. У меня нет времени ждать. У меня поезд. Ты шубу-то сними, путешественник. Жарко. Ну, а потом на Колымя опять наденешь. Машка, слушай меня внимательно. Ты должна передать маме, что я... Так, все остаемся на местах. Кондратьев! Без глупостей. Явление второе. Те же. И комиссар. Субтитры сделал DimaTorzok